Доброе утро всем читателям и зрителям портала Place2Play. Сегодня с вами я, Марчелло. 10 часов 10 утра по московскому времени. Я надеюсь, что утро у вас такое же доброе, как и у меня. Ну что же, пора сменить наконец картинку, показать, что у меня там на экране. На экране, собственно говоря, у меня сам Place2Play. И сегодня мы начнем с того небольшого обзора, что произошло за неделю, что было вчера. Вчера главным событием дня, конечно, стал матч между сборными Великобритании и Россией, который мы пропустили из-за того, что... Из-за чего же мы его пропустили? Из-за того, что буржуи поставили игру на 2 часа ночи по Москве. Ну, кто, собственно говоря, будет смотреть игру в 2 часа ночи, только полные задроты. Итак, Великобритания против России. Россия выиграла с расчетом 14-16 на карте Даст-2. Выиграли 10-5 за атаку, ну и потом дотянули 9-6 за Дефенс. Не совсем ясно, какой все-таки был решающий счет, потому что здесь приходится играть до 30 раундов, поэтому вот в любом случае доиграли бы до 16-14, но может быть там было 16, допустим, 5. Потом там буржуи только набрали 9 раундов. Но не суть важна. Интересно другое, что лучшим игроком матча назван Арчи, который, ну, норвежец, норвежский флаг. Я не думаю, что ХЛТВ Лорг может ошибаться. По киллам, по смертям и по рейтингу Арчи number one. Ну, это здесь достаточно хорошо видно. Смотрите, Арчи первые, за ним идут 4 игрока сборной России, потом 2 подданных королевы и Халли, которого недавно кикнули, собственно говоря, из команды V4. Ну, Халли, собственно говоря, затанковал, заикарил, все дела. Ну, расстройство парня, ничего удивительного, что он сыграл не так хорошо. Ну, 2 игрока из сборной Великобритании сыграли еще хуже. И, так, что там, звука, что ли, нет? Нет, испугался, что нет звука. Посмотрим, что у нас. Ну, лучше всего сборной России сыграл танк. 23 килла, 22 смерти. За ним Хуч 21 на 19, чуть-чуть даже получше. Kill Death Ratio. Аарон Доси. Доси тоже, ну, вот, лучший после норвежца у Доси рейтинг. 1.19. То есть 25 раз убил, может быть, несколько раз даже разминировал устройство, и 21 раз умер. Круче всего он отдавался Сувс и Халли. 23 раза умерли из 30 раундов. Ну, печально, печально. Однако, поздравим нашу сборную России с тем, что она обыграла этого сложного соперника, потому что точно с таким же счетом Великобритания проиграла сборной Швеции. И теперь, с нетерпением, нам остается ждать матча против сборной Швеции, где, собственно говоря, определиться, наверное, кто выйдет с первого места из группы. И молимся, молимся, дорогие друзья, чтобы этот матч не поставили на 2 часа ночи по Москве. Надеемся, хотя бы, что его поставят на 11, чтобы я мог его прокомментировать. Окей, закончили с Кланбейзом. Переходим, что там дальше у нас. Ну, дальше у нас слоу-поки, SK, MTW, Fnatic и XFX. X-спецэффекты. Говорят насчет Code of Life. Я уже вчера написал статью об этом, что, мол, ну, ребят, поздновато вы выступили, и, ну, не знаю, чего они хотят добиться. Ну, просто потрепать языком. Но в этом случае у них как бы хорошо получилось, информационный повод создан, все о нем написали, даже мы. И молодцы, ребята, аплодисменты, похлопаем им. Fnatic у нас здесь участвует в турнире по лолу. Можно задать вопрос Фрису. Мы писали об этом. Смотрите, какой няшка, такой с кулачками стоит. Непонятно, то ли он как бы в боксерской стойке, то ли это такая поза гола. Моя прелесть! Непонятно. Ну, с Фрисом как бы много чего непонятно. И, честно говоря, ну, не будем об этом, не будем, да. Что еще у Fnatic'a? У Fnatic'a RedCold Dota 2 вылетели из турнира Defense. Ну, одну игру выиграли, три проиграли. Na'Vi на первом месте, 4-1. Так же, как и Эвил Жениус. Кстати, поздравляем навичников с этим. А Fnatic взяли себе, ну, не ту команду дотеров. Надо было брать других дотеров. Может быть, надо было брать PGG. И мы переходим к сайту Natus Wincery. Так, ну, Na'Vi пишут здесь о своих спонсорах, что Antec представляет серию M-блоков питания High Current Gamer. Я не знаю, как именно блок питания может помочь геймеру, насколько лучше вы начнете играть, но, видимо, Antec другого мнения. И этот блок дает плюс 5 к скорости, 10 к Аиму и 7 к удаче. Так, Natus Wincery примет участие в Tetch Labs. Это мы знаем уже. Мурик об игре Na'Vi Edward. И вот колонка редактора января 2012-го. Там редактор Xeo рассуждает о том, что же произошло с командой за январь месяц. Ну, мы знаем, что произошло с командой. Так, правила форума. Колонка редактора. Январь 2012. С командой, конечно, произошло то, что они заняли первое место на киевском турнире Intel Extreme Masters, с чем мы их все и поздравляем. И что, больше, судя по всему, ничего интересного не произошло. Там что-то говорят о доте. Но ничего интересного. Кстати, второй турнир The International пройдет в Сиэтле. Об этом написали. Пройдет он в августе. И будет разыгрываться там тоже огромная куча бабла. Я думаю, что дотеры из Na'Vi и другие дотеры, они уже стали активно истекать слюной. Я надеюсь, что все-таки они проживут, не захлебнутся до августа. И мы увидим еще один замечательный турнир. Moscow 5 также приглашены на Tech Labs. Кстати, на Moscow 5 добавился раздел League of Legends. Ну, собственно говоря, ребята из League of Legends выступили очень хорошо. Первый турнир. Первое сразу золото. И девчонки тоже хорошо играют. Вот, кстати, интересно. Смотрите, здесь есть раздел Dot All Stars, Girls About, League of Legends. Но нет раздела, допустим, там, Dossi About. Или About Dossi. То есть про Counter-Strike почему-то раздела нет. Достаточно странно это. А где? А дотеров вообще нету. Ну, да, вот хороший вопрос для мейнмента Moscow 5. Где каэсер это? Где каэсер, кстати, посмотрим. Команда. Ксмэл. И вот, смотрите, вот они. Что с этим парнем, что с его глазами. Ну, отфотошоплено, конечно, здесь немножко мы видим, ребята. И взгляд вот этого... Я не помню его никнейма, к сожалению. Я знаю, что вот это Алексич, по-моему. Вот этот, кстати, парень сгодился бы на рекламах Юго Босса, я думаю. Смотрите, такое волевое лицо. Ну, мог бы поучаствовать в рекламе, не знаю, просто только до фотошопа или после уже фотошопа. Ну, добавили, добавили лолеров. Дотеров пока нету. Counter-Strike есть. Ну, вот тоже наши любимые ребята. Хек. Фокс. Молодцы. Дота 2. Сегодня пятница. Сегодня должно было выйти очередное обновление. Но, к сожалению, оно не вышло. Две недели подряд. И это просто ужасно. Это реально должен быть смайл. Этот фаааа. Я думаю, все дотеры, которые ждали, что появится какой-то новый герой, они вот именно так и сделали. То есть они не поняли, что произошло. Но не произошло ничего, поэтому и понимать здесь нечего. Так, ну вот. Intel Extreme Masters близится к завершению. С 6 по 10 марта пройдет финал чемпионата мира. Туда вот поедут. Ну, вот можно здесь посмотреть, какие команды туда поедут. Вот уже, кстати, и жеребьевку сделали. Все видно. То есть здесь можно понять, почему именно туда едут такие команды. То есть почему, например, не едет XCN Gaming или Immunity из Австралии. Или 7x4. Не потому, что у них название такое унылое, а потому, что они занимают 16 место в рейтинге. И они вот из Америки почему-то. Хотя они из Бразилии. WCG. Ну, никаких особых. Хотя нет. Вот смотрите, там что-то. ВЦГ видео с лайф какие-то непонятные. Видимо. И ВИС из России, кстати. Найс. Единственный комментатор. Хорошо, что написал Найс, а не первый нах. Ну, есть, есть. Чему гордиться. Интересный сайт американский ESV World. Посоветовал мне его Вилат. Здесь достаточно много интересных новостей. Но сегодня ничего интересного. Так, на ловне это я уже смотрю. Вот Modern Warfare 3 закончился. Точнее, еще не закончился. Начинается у них фестиваль карты. Вот у них новая карта. Это могла бы быть, допустим, я не знаю, Москва-Сити, если бы не эта вода сзади. А так, стройка. Вот, как у нас уже несколько лет продолжается стройка. Здесь какие-то такие лофты уютные для тех, у кого много денег. Это мог быть по-онски, но не теперь уже. И вот Лэйзи Геймер сообщает нам, что к игре Ghost Recon Future Soldier вышел какой-то новый трейлер, который длится 2 минуты. Посмотрим, ну вот, 18 ограничений. Давайте взглянем. Ой. Похоже, какая-то адовая игрушка будет. Очередной... Очередная попытка там соперничествовать с Battlefield и Modern Warfare 3. Солдаты атакуют, все дела, дерутся там. Сзади тебя стреляют в голову. Убисофт, это, кстати, та команда, та компания, которая спонсирует девушек из Америки, которая в Counter-Strike играет. Юбинайт это они назывались на ESL-CN, и как раз именно они обыграли Moscow 5 female. Ну ничего ж себе здесь... Троих сразу, да? Так, ну, короче, это очередной какой-то экшен с элементами стелс, где у тебя там даже костюм может показывать то, что позади тебя, насколько я понимаю. Люди становятся невидимыми. Да, ну и можно, конечно, сворачивать шею, куда же без этого. Ну, в общем, игра такая. Вот, например, новый ноутбук геймерский вышел, Ава Директ предлагает ноутбук всего... Ну, как бы, самое главное, когда ты читаешь о ноутбуке, ты смотришь, смотришь, такое такое... Вот за, как бы, 3000 долларов за ноутбук хочешь отдать? Ну, я не знаю, кому нужен ноутбук за 3000 долларов и куда с ним ходить. Ну, уж точно не в России, потому что, в принципе, можно достаточно быстро лишиться этого ноутбука за 3000 долларов. Это выбор нероссийских геймеров. Всё это буржуйская ересь. И Катаку сообщают, что можно, наконец, купить пушку из портала. То есть, она, конечно, не работает, портал вот издавать не будет, но выглядит очень клёво. Можно купить, пугать близких, ну, чтобы они задавались вопросом, господи, что с этим парнем не так? Ходить с этой пушкой и пытаться залезть в стену. Я думаю, с третьего раза вызовут психушку. Ну, на сладкой у нас сайт геймеру. И, конечно, так, что, куда мы идём? Мисс Геймер. Шоу Мисс Геймер готовится вот-вот начаться. В марте, по-моему, начнётся. И здесь можно, как бы, посмотреть, что вообще за девчонки участвуют в этом шоу. Если есть среди них кто-то интересный. Ну, вот, например, интервью с какой-то участницей на Мисс Масс Эффект 3. Девочка, ну, посмотрите, как бы, ну, есть на что посмотреть. Есть на что посмотреть. А вот это девочка Принцов Персия. Где-то фотография была, видимо, сделана задолго до начала конкурса, либо где-то не в России. Потому что вот кустарники сзади какие-то зелёные. Либо это фотошоп. Девочка выглядит как принц Персии. Но почему-то на принцессу не очень похоже. Возможно, делал в прическе. Ну, так-то, конечно, вот, всё миленько-миленько. Так, что тут есть? Товарищ Потни. Непонятно, кто именно товарищ Потни. Количество межуверенцев ограничено. Ну, вот, концептуальная фотография. Называется хреновая выдержка. И та же самая девочка, которую я показывал. Freedom, свобода. То есть, свобода, это когда у тебя полные руки каких-то пожухлых листьев, и ты, собственно говоря, распространяешь их. Но так-то выглядит неплохо, смотрите. Фигуристая девочка. Может быть, даже она победит. Так, что у нас дальше-то? Мисс Дофус. Вот, когда я читаю Мисс Дофус, у меня возникает вопрос. Who is Mr. Дофус? Какое отношение он имеет к купальникам в горошек? Ну, вот, девочка, видимо, знает. Вообще, если мне этот купальник, то личико очень милое. Ну, больше смотреть здесь не на что. Мисс Масс Эффект. Мы продолжаем. Вот участвуют, видимо, ребята. Это, кстати, вице-мисс, по-моему, первого сезона. Кто же это? А, смотрите, это сет Денис Колесников. Возможно, он имеет какое-то отношение к легенде. И финалисток просят мужаться, и это действительно. Ну, вот, когда я читаю вот такое, возможно, бомбардировка бугагашечками, крутотенюшечками, то мне сразу хочется сделать вот так, закрыть. Ну, потому что это реально взрывает мой мозг, и мне кажется, что сейчас мои глаза начнут кровоточить. Ну, здесь тоже ничего интересного. Девушка запуталась в кустах, и на ней сразу появились татуировки из хны. Ну, это дефолт, на самом деле. Когда ты приезжаешь в Турцию или там куда-нибудь Египет, в какую-нибудь металлорабскую страну, на тебе сразу плюс пять к возможности про появление татуировок из хны. Ну, окей. 10.25. Возвращаемся в чатик. Общение с чатиком на PlayStoplay. Я, кстати, хочу сказать, я забыл, забыл совершенно сказать вам, ребята, у нас вот кубок Touch Labs. Обратите внимание, расписание игр. И вчера было принято решение, что вот эти игры, Na'Vi Shark Gaming, Na'Vi Drunken 5, и Na'Vi Alliance будут стримиться на сайте PlayStoplay. Также будут стримиться игры Fnatic Raid Cow против Xabso, Fnatic Raid Cow против SNT, и Xabso против SNT. Ну, вот я не знаю насчет игр, которые идут. Ну, вот эту я, конечно, отстримлю. Вот эту, видимо, тоже. Также 13.02. SK Gaming Alternate, SK Gaming DTS, SK Gaming TweetFact, и 14.02. Agnexix Sahara, Agnexix Skirch.net, и, может быть, постримлю какую-то игру Moscow 5, но совершенно не хочется стримить в будний день то, что идет, начинается после 12. Игры вообще, вот остальные, не те, которые я буду стримить, будут стримить Virtus.pro или Good Game. Но мы сообщим об этом отдельно, чтобы вы не остались без трансляции. В ближайшее время появится расписание того, как именно будут, какие трансляции будут у нас на сайте. Мы напишем также, какие игры будут транслироваться другие, сайты такие, как Good Game или Virtus.pro, чтобы вы ничего не пропустили. Поэтому будьте, собственно говоря, в эти дни с 11 по 14 февраля в онлайне, и смотрите за тем, как будут играть эти команды. 15-го и 16-го у нас ожидает плей-оффчик, и финалы-то пройдут 18 марта, то есть через месяц. Так, ну что же, посмотрим, что у нас здесь в группе интересного происходит, но я думаю, что ничего. Да, ничего интересного. И закончим мы, пожалуй, закончим мы, пожалуй, игрой в дотку. Игрой в дотку. Какой-нибудь сумасшедший. Я, пока я запускаю доту, я предлагаю вам в чатике проголосовать, каким героем мне сыграть. Потому что я буду играть именно тем героем, которого выберете вы. Если успею его выбрать, никто не возьмет первым его. Я думаю, что это утро на поезду Пуэй. Я гляжу за окном, здесь ни черта не светит солнышко, но такой светлый день, морозный. И очень-очень холодно. 12 градусов, по-моему, в Москве. Надо посмотреть, да. 12, 13, вот смотрите, 5, 13 февраля, Это просто фауааа Минус 23, добро пожаловать, блин В Москву Так, окей, дотка у нас К сожалению, никого из моих друзей Кроме одного Power by Курага Файн матч Поехали искать, кого вы мне там выберете Так, Pudge Пуджа просит взять Да, кстати, еще одна важная новость Сегодня команда Virtus.pro должна объявить своего пятого игрока. Вопрос, кто же будет пятым у Virtus.pro, он, ну вот, до сих пор открыт. Хучь отомстит британской команде, хучь отомстил, кстати. Ну, пока вот никаких, к сожалению, данных о том, кто же станет четвертой и пятой легендой у команды Virtus.pro, ее нет, но сегодня должны сообщить. Леша Колесников обещал, а мы знаем, что Леша Колесников своих обещаний, свои обещания исполняет. Ну, не всегда, конечно, вначале обещали нам то, что до 20 января сообщат состав команды, немножко затянули на 20 дней, но все-таки надеемся, что рано или поздно это произойдет. Он за Лекса просит сыграть. Марк, бери Лекса. К сожалению, Лекса взять нельзя, это имба, и, то есть, как только ты берешь Лекса, то сразу все оппоненты выходят. Выходят серверы, иногда даже выходят, собственно говоря, и твои тиммейты. Ну, мы видели это в ситуации с Virtus.pro, когда там Майс ушел, еще несколько игроков ушли. Ожидаем, ожидаем начала матча, и, ну что там, там высказывались предположения. Чен, Пудж, Магина. Ну, это все какая-то скукота. Ну, попробуем Пуджатинкой сыграть. Так, ну, у нас игра готова. Мы готовы начинать. Господи, пошли мне поменьше русских в команду. Это, я думаю, мантра должна быть каждого игрока, когда вот он в... В таком открытом матче играет. Waiting for all the players. 9 из них готовы? Пожалуйста, поменьше русских. То есть, к сожалению, русские в доте, это синоним идиота. Я не говорю про всех, но где-то... Ну, даже дело не в 90%, дело в том, что если человек выставляет себя идиотом, ты обращаешь на это внимание, ну, и запоминаешь это надолго. То есть, если чел играет нормально, там, и все такое, и не агрится в чате, то внимания на это ты не обращаешь. О, на баратрума, смотрите, мне посоветовали. Сидно, я сыграю баратрумчиком. Сегодня будем играть баратрумом, который, как известно, не контрится. Так, ну, главное, чтобы меня дота отвисла. Дота-компризная игра такая. Не отв... да, вот отвечает. Ну, то есть, в какой-то момент дота реально говорит, что она не отвечает за последствия и свое поведение. Но на самом деле... На самом деле это не так. И вот посмотрите, пожалуйста, командор Вагина. Что вы думаете про этого человека? Я думаю, что это, конечно, русский. Underground Brain Blow. Нджин. Ну, Last Man Dancing, Open Your Mind, Син 11. Грех 11. Кто-нибудь знает, что это значит? Ну, конечно, командор Вагина, это однозначный топ сегодняшней игры. Два чувака. Один человек с деревянным компьютером. Все, загрузились все, поехали. Берем баратрума, играем баратрумом. Где он, кстати, здесь? Баратрум. Так, ну что же, баратрум контрится или нет? Узнаем очень скоро. Баратрумчик хороший герой. Много по нему пишут здесь. Всегда пишут мало. Пуджатинку взяли. Вот, пока про Пуджатинку начинаешь читать. О, In the Fields of Endless Carnage. Ну, вот так надо как-то читать. И когда я смотрю на Пуджа, почему-то я думаю о Денде. То есть, да и не повезло на самом деле, что с Пуджом его объединяет только умение кидать хук. Потому что, конечно, с таким лицом за хлебом утром не выйдешь. Наши Пуджи на такси в булочную не ездят. Да, ну смотрите, у нас Пудж, Лина, Морфлинг, наш кэри. У нас три ганкера, один кэри, а здесь пока только один суппорт, инвокер. Он такой, знаете, бесячий реально. И я, пожалуй, пойду на нижнюю линию. Не, пожалуй, я пойду на верхнюю линию. Лина должна суппортить здесь чуваку. Посмотрим, что там будет наверх. А, ну, Экс будет в лесах. А, смотрите, у них два лесника, Фурион и Экс. Я поздравляю вас, команда... Команда, как они там называются-то? Сейчас. Дайер. У них два лесника. Два лесника и мой няшный спиритбрикер. Посмотрите, какой он. У него есть борода и огонь. Призрачный огонь, судя по всему, охотит он. То есть у меня две ноги, я на них хожу, еще и на руку опираюсь. То есть, в принципе, как обезьяна. Обезьяна, которая наполовину встала с колен и уже опирается рукой на землю. Мы ждем, ждем. Здесь Морфлинг бегает. Ну, что... Так, ну... Так, у нас пока еще один не выбран. Лина идет, конечно, на нижнюю линию. Есть курочка у нас. Нет, Лина все-таки решает идти наверх. Последний игрок у нас, видимо, слоупочет до последнего. Или ждет пока здесь... А, ну здесь уже выбраны. Здесь Патма, Даззл. Вот как они встанут, непонятно, на самом деле. Фурион куда или Экс куда пойдет? О, у нас взяли. Омник, Омник. Очень хорошо. Омник пойдет суббобеситить. Поздновато, поздновато. Уже идти за рункой. Посмотрим, что там увидит Лина. Это иллюзия. Ничего интересного. Мы идем чуть-чуть заболочить. Крипов, так сказать. Это будет такая игра. Набегай, набегай. Я сейчас буду разгоняться и просто грызть врагов. Я буду надеяться, что это получится. Вот инвокер будет очень хорошо грызть, потому что я накидываюсь, станю чаржем и... Так, ну Экс у нас решил постоять на линии. Странно. Ну Фурион, знаешь, в лесах. Можно будет пробовать его гангать. Лина реализует то, что мы взяли, собственно говоря, иллюзия. Иллюзии. И пока все хорошо. Акс, видимо, собирается фармить там еще в лесах тоже. Нет, он все-таки вернулся сюда. Здесь главное как бы перефармить их за счет вот на начальных этапах. Огентация. Та что ж такое, да. Я буду. Не дает, не дает, не дает, но фармиться. Правильно. Он должен догнать. Ну вот и отличненько. Вот и славненько. Вот это был Пападос. Куда ты бежишь? Ну да, да, окей, что дальше? Ну, Экс здесь определенно что-то косячит. Не дает. Не дает. Так, ну Лина вопросу идет, если я боюсь, что нет. Хотя может выйти, что вот он бежит за мной. Зачем я не понимаю. Так, ушла, ушла все-таки Линка. Очень хорошо мы разыграли здесь. А, это пуджатинка. То есть Лина не ушла. Пудж там пришел, но походу чует, чует его. Так, пришла пора купить ботинок. Сейчас пожрем и как раз купим ботинок. Конечно. Упс. Мы еще разгоняемся на Экса, чтобы еще и Экса порвать. Я не могу уйти. Твоя смерть, как твоя жизнь, когда он взлетит. Рампаж! На этом пленке, кто уходил меня? Не-не-не, тут уходить надо, братан. Я пытаюсь заблочить их, не дать им. Уходить к конфликтам. Конечно. Так, ну убивают Лину, я здесь ничего сделать не мог. Пофармлюсь хоть немножко. У меня есть лечение. Три-три, пока мы идем. Пудж как-то там неаккуратно сыграл. Так, возвращается там на верхнюю линию. Это косячок. Так, ну вот мы убиваем за счет того, что у меня там тысячи хп почти. Ну вот здесь как бы надо понимать, что надо драться. Еще я могу уйти здесь. Да, я ухожу, похоже, здесь. Отлично. Ну что же, мы разыграли, сделали минус 2, причем там на малых хп. И можно уйти, сейчас я... У меня будет манка на ультимейт. И я смогу кого-нибудь загангать достаточно. Просто 6-4 мы вырвались на 2 фрага. И это положительно. Это явно положительно. Очень хорошо разыгрывает Лина. Я не могу вообще ничего плохого про нее сказать. Только хорошее, только хорошее. Великолепнейшим образом играет этот парень. Конечно. Так, ну, ждем, ждем. Так, что здесь такое? Сейчас вот я этого парня зачаржу. Ну, к сожалению, он убивает. Или нет? Ну, он здесь труп, конечно. Я должен нормально сыграть. Как там хп? 300. Если пропрет как бы с останчиками, то все должно быть хорошо. Ну, вот, да. Здесь он как бы сыграл лабанг. Да, он убил... Убил Лину, но... Особо много радости ему это не принесло. Потому что он сыграл неаккуратно, кстати. Пропал у нас. Мисс Топ, надо написать. И я чувствую, что вот здесь он фармится кто-то. Надо пойти его отвлечь от этого дела. Если я успею, конечно. Так, ну, там вот кто-то, кстати, бежит. Подходит. Это акс. Я увожу здесь крипов. К сожалению, не целую пачку там. Увожу под башню. За мной они не идут, конечно. У нас уже где-то башню снесли. Могу пофармиться нормально. Получить немножко голды. Сейчас уже будет... Через 20 секунд ультимейт можно снова будет на кого-нибудь наброситься. Мне, кстати, нужно будет скоро купить кольцо для регена. Потому что... Ну, вот русский Син-11. Это явно русский. Поджег меня, поджег. Не знаю, что это за... Здесь надо аккуратно действовать. Что-что, куда ты бежишь? Я в атаке! Твоя топ-тауэрка в атаке! Да, ну... Я в атаке! Так, а я, походу, умер. Вообще класс! Да... Тупая скотина, блин! С Баттлхангером последнего уровня. Толку вообще ноль. Только так и можно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы, как бы, родимся. Неаккуратно я сыграл здесь. Просто дал ему продамеджить меня... Своим третьим скиллом. Ну, что? Только у меня 3 секунды. Сейчас я зачаржу инвокера. Если увижу его. Надо было мне сразу телепортиться, и тогда бы я выжил. Но они отбежали. Зашли, конечно, назад. Увидели здесь 3-х человек. 2-х, точнее, увидели. Ну, вот Экс. А где инвокер меня интересует? Так. Ну, вот Пуджатинка видит Экса. Ну, вот и отлично. Отлично. Ну, вот Экс поплатился за свою наглость. Они бегут. Промахнулся хупом. Там вообще без шансов что-либо сделать. И я могу себе уже кольцо навигенчик купить. Дело здесь. Не то. Вот оно. Не туда, не на эту линию, конечно, то, что 4 здесь человека. Опасно очень. Да. И все как бы ушли. Я думаю, сейчас вот сюда кто-то придет. Так, патмата убивает кого-то. Ну, вот минус 2. Так. Разыграем нормально вообще. Ну, без шансов здесь было. То есть там, они должны были понимать, что есть шанс, что мы останемся и не ходить сюда вдвоем. Но, как бы, с пониманием у них было туго, поэтому они, собственно говоря, и умерли. Плюс у меня там хорошие станы, там, где-то... Первый могу застанье, со стопроцентной вероятностью. Так, ну вот что, надо убивать хотя бы. Этого 2 очка. Так, это убили. Там кто-то сзади подходит, надо отрезать. Это патмата, да? Ну, надо отрезать, да. У меня есть ультимейт уже. Все, можно отойти назад. Смысл здесь стоять нет. Чувак, что он батлхангером. Вообще-то ничего не решит. Я зачаржил. Я зачаржил. Нет, все, отсюда надо уходить. Отсюда надо уходить, совершенно точно. Так, я там ничем не помогу уже, к сожалению. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Ну, ладно, Лина ушла. Есть проблема в том, что... Ну, морфлинг это не проблема, на самом деле. Лине надо было уходить, к сожалению. Теперь она уже не уйдет. То есть, в принципе, достаточно было одного... Моей смерти. Ну, мы стояли здесь два в четыре. У меня не было ультима. Был кулдал на первой обилке. Так бы я сто процентов убивал одного из них. Но... Лине надо было уходить. Морфлинг, если бы подошел... Ну, у него свободный фарм. Это им еще... Им это встанет в ГГшечку. Это в любом случае уже ГГшечка для них. Ну, вот так, да. Должны они отогнать. Я инвокера зачаржил. Сняли они башню нашу. Но инвокер здесь уйти не должен. Пытается он, пытается. Но мы, как бы, видим его. Должны, должны не дать ему уйти. Так, хуе он. Походу, телепортнется. Ушел, да. Инвокер бежит. Я так же бегу за ним. Ну, иду, что. Если он развернется сейчас здесь, то он умрет. Ну, я боюсь, он понимает, что он зачаржен. Все пути ведут к конфликту. Микс перешел на эту. Вытешать не могу. Где враги-то? Вообще не показываются. Очень сильно боятся. Идем башню сносить. Все просто. Подматал фармится. Остался у нас. Кто здесь остался? Ага, Омник. Омник стоит там, отгоняет. Все хорошо. Надо пойти все купить. Можно вначале подмуду зачаржить. Ну, пусть вообще просто красавца дал. Билли, ну, пусть, конечно, сделал большую гадость только что для меня. Морфинг вообще у него своя игра, похоже. Ну, если угодно, в тени так идешь, они тебя не видят. Чтоб он свой дурацкий батлхангер не мог уже скинуть на меня. Так, пойдем лечиться. Что там у нас пишут? Да, нам абсолютно верно пишут, что это был хук от бога. Не ожидаю, наконец-то, когда Морфинг проснется уже. Он сколько там в лесу фармится уже, черт знает сколько. Пока ничего серьезного не нафармил. Можно было минуту Патма, кстати, у нас здесь в центре Вардане, поставил сюда, ну, нормально, что Патма. Молодец. Согласен. В последнее время. Да, фавиона. Что, пойдем на него, нет? Я их отогнал. И неспокойно убили Фариона, они даже не пошли на него. В принципе, они понимали, что им там ловить нечего. Господи, ну сделай ты что-нибудь там. Ну, мы здесь берем, конечно, драку. Размениваем двух на меня одного. Даже трех. Ну, вот эта задача, братом, танковать. Морфинг там с помощью своего фарма. Достаточно много нафармил. Демедж 110, 114 даже. Демедж. Ну, ты, нохуй здесь. Там сейчас волна будет. Господи, ну ты можешь? Печальный морфинг абсолютно. Все-таки, слава богу, он убивает. Убивает, убивает его. Еду пофармиться. Никого не видать на карте из врагов. Ну, 23-16. Ну, проблема в том, что он в своих боях стоял на линии, два у лесника у них было. Ну, и Лина, конечно, хорошо разыгрывала, ничего тут не скажешь. Ну, и Лина, конечно, хорошо разыгрывала. Фарм идет на ура. Я буду. Купить телепортик. Посмотрите. Все это происходит. Покупай тебя. опять подожили морфлинга мы здесь продолжаем фармиться спокойно ждем может подойдет кто-нибудь если я там фавиона смог загангать если малых и полых кто-то подойдет то я в принципе могу убить никто сюда я в сморе не спешит можем в лесах кого-нибудь встречу ну вот он кстати вот так без шансов для фавиона я конечно немного затупил в лесах вначале застрял если бы не было ультимейта фавион мог бы отойти и бить меня как маленькую девочку я бы ничего ему не сделал но поскольку ультимейт был то все стало очень-очень хорошо как инвокер может убивать морфлинга это хороший вопрос и я думаю ответа на него быть вообще в принципе не должно но наш морфлинг как то отдается инвокеру но на верхнюю линию мои друзья я возвращаюсь к фарму своему через 20 секунд очень хорош кулдауна ультимейта внушает уверенность на то что я буду разрывать просто на нижней линии попался малыш а у него теперь лотов есть нет не беда я куплю гем сейчас как уже будет на гем но поезд подать опрещу чтобы телефон но я всегда смогу загрязнуть его можно вернуться на базу купить гелки телепорты и фуриону fast please бросит x 2717 шансов состава отбор выбирать другой немножко окстрела прям четко в лину попало так ну где вражина создать хоть на одну посмотреть должна здесь какая появится наверняка пока чет не появляется он идем сюда вот смотрите вот он сладенький мой с инвизом с лотарчиком сейчас я иду к тебе мой малыш он думает такое ну что же у меня есть лота я могу там позволить себе а тут такой сюрприз ах визу на нет ну что ж дела да да не удалось не удалось уйти в хуриону беда беда огурчение и очень хороший фарм идет сейчас все паскоп мэда зрублю еще получше будет фарм профит то купился в игру что ко мне хочет пойти у меня весь полный хп у него дэмэджи не хватит меня убивать я пошел за профитом но ультимейта нет тем более их так много там не хочу ем есть теперь дело за бкб ну и легкий фарм никогда не помешает так ну вот нас зачаржен невидимый инвокер то есть у меня с моим гемом это вообще шоколад сейчас это будет смерть потому что у меня уже сейчас будет ультимейт да да малыш ох беда беда огурчение как же так вижу в инвизе не везет не везет определенно не с командой здесь повезло очень великолепным образом разыгрывал лина ну и они просто взяли тупейший состав который который вообще очень тяжело выиграть фарм идет просто ну раз так что там был кто там был просит что ли где этот сладенький малыш покажите мне его он ушел по ходу да даже если точнее да нет видимо не профит был просит нас уже закончить ну при этом пора уже пора заканчивать надо зачаржить фуриончика и я бегу бегу к тебе фурион несусь на всех парах жди меня малыш как массовый он ушел куда он ушел что дальше то ну баттлхангер да он накинул на меня свой в тюрьме плейс аман ручка толку от него вообще никакого четвертого левела опасности аман ручка а а а а а а а обычно и он что-то пытается сделать несусветное башню березет там дадим фавиона загрызть нашу башню так так полик осталось телепорте купить что там пишут у нас ребята вчера пишет танк вообще уничтожал гоняют наших жадам все ну все пытаются убить но не могут не могут убить это этом 10 минут тратить на то что убить пуджа тем временем я иду за инвокерам так у меня взяли еще хотя ли мой гем ну что ж это печально вот морф пишет у него лагер придется еще один гем покупать госсептор здесь уже мне не следовало лезть так напрямую вперед и им конечно тоже не следовало затупили уже почувствовали что победа на нашей стороне но испания подождали мы дрались пять на пять они два в пять там три в пять там один в пять мы бы чуть могли сделать здесь конечно мы облажались по полной проблем в том что как бы у морфлинга пом ничего нету 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 не пофармиться на нижнюю линию обгоняем морфлинга с моим спином конечно его вгоню вот это красавелла который не дает мне нормально пофармится ничего нормального не может купить врагов не видно к сожалению и нет денег на генчик вот теперь можно чаржить его а смотрите какой слабенький сваливать побыстрого ну 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 блин четырём конечно о смотри проснул спутч все центр ну да хуки у пуджа конечно блин эпические но и здесь тяжело будет то что вот этот морфлинг куда реально будет нам все облавать своими лагами явно не дэнди хук даби нам нужен ген потому что там под массами виза ну вот здесь еще произошло дайгера нет до сих пор фори он фармится свободно просто тоже потеряли блин не следовало не следовало набрасываться так банк антриться только из-за того что все ясно с нашим омникам да фармится короче 2200 хэппэр хэппэр окей одного только убили дазово, на которого я и Лина слили ультимейт очень печально да рэппэр 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 ну и все, забираем здесь вышечку че это с ней находит рэппэр 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 рэппэд басню снесли уже хорошо что не хочет морфлинг его отпускать а у меня вот есть регион к сожалению морфлинг у нас может быть конечно его и лагает но играет он само по себе не очень сейчас если я где-то увижу фуриона я иду его сразу убивать может я его вижу здесь много хп хороший дэмэдж долго они меня будут убивать фуриона пока что-то не видать я думаю что он должен прийти вот на эту линию чтобы я мог его убить все будет замечательно я очень надеюсь что вы здесь увидите да да ну давай давай поделимся ну давай давай поделимся ближин потеряю сейчас но сын гос скептор меня запарит это ну